Привет, друзья! Сегодня я нахожусь в Каминце в Подольском. Первые упоминания об этом городе были в 1200-х годах. Могдобургское право этот город получил в 1374 году. Город лежал на торговых путях. Один из них был Шелковый путь. Там находится старый город. Город вообще окружен рвом. Это как полуостров. Ворве течет река. И вот здесь вот перешейчик шириной 20 метров. И мост, который соединяет, так скажем, с материковой частью. Крепость, которая охранял город. Сейчас я попытаюсь немного рассказать об этом замке и даже показать его. Субтитры создавал DimaTorzok Это единственный мост в мире, который соединяет два правых берега в городе. Из-за того, что этот мост пересекает реку не вдоль, а поперек. Более подробно увидите на карте. А сейчас посмотрите. Вот замок, река и вон там еще один мост, только пешеходный. Все, даже не мост, он просто там. Спускайтесь вниз и можно выйти на ту сторону, тоже снизу. Вот такой мост. Чтобы лучше узнать об этом городе, я заранее договорился с гидом. Сегодня мой гид Игорь. Здравствуйте, Игорь. Кандидат исторических наук. Знает об этом городе все, возможно даже больше. Игорь, расскажите мне, как бы это странно не звучало, почему Каменец называется Каменцем? Каменец Подольский, такое название пошло от того, чтобы город, размещенный на скалистом полуострове, который состоит полностью с Каменя, отсюда название Каменец. Подольский уже появилось название значительно позже, потому что Каменец он был не один. Был Волынский, был Литовский. Расскажите мне, пожалуйста, про появление этого города. Как оно было? В принципе, люди на этой территории всегда жили, потому что мы имеем на сегодняшний день материалы, которые относятся к периоду позднего палеолита, периоду Триполя, период раннего железа, период Киевской Руси, как город Каменец начинает существовать уже в XII-XIII веке. Это было развитое поселение периода Киевской Руси. И в Галинско-Волинской летописи есть больше 10 воспоминаний о Каменце. Можно, пожалуйста, узнать побольше про Литовское княжество и про Польшу? 1374 год грамотой князей литовских кариатовичей Городу дается Магдебургское право. После этого начинается польский период, литовский период в истории города, который продлился до 1434 года, когда Каменец переходит под владение Польши. Начинается так называемый первый польский период, который продлился до 1672 года, когда под стены Каменца подошло войско. Предводителем которого был турецкий султан Махмед IV, крымский хан Аделгирей и украинский гетьман Петро Дорошенко. Они превышали почти в 100 раз численность защитников города. После двух недель, когда турки держали в кольце город, Каменец Подольский капитулировал. И на 27 лет город переходит под владычество Османской империи до 1699 года, когда опять же возвращается под власть Польши. Фактически почти на 100 лет еще. 1793 года на день рождения Екатерины II без оружия Каменец переходит под власть Российской империи. Каменец Подольский Я когда вбиваю в интернете про Каменец Подольский, всегда выбивает историю про какой-то колодец. Это этот колодец? Про него всегда выбивает? Возможно. Сейчас мы находимся в новой восточной башне Каменецкой крепости. И здесь находился колодец. В 1544 году над колодцем, который находился за пределами крепости, построили башню. Это был немецкий архитектор и его праткус. Сейчас мы находимся в верхнем ювярисе. С помощью этого колеса доставали воду, всегда держали узников крепости. И они как белка в колесе бегали в этом колесе, крутили его, с помощью чего доставали воду. Причем это было не ведро, которое обычно мы привыкли видеть. Это была бочка на 80 литров. Сейчас мы находимся на нижнем ярусе колодца. Глубина колодца составляет около 40 метров. Диаметр около 6 метров. Сейчас мы можем увидеть. Давайте сейчас проверим, за сколько секунд упадет монетка. Давайте. Вот 5 копеек. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять секунд. Сейчас мы имеем возможность ощущить себя, как чувствовали себя воины на территории Каменецкой крепости. Сейчас мы поднимаемся на боевую галерею. Именно отсюда защитники города вели боевые действия при атаке на крепость. Как велась защита замка? Сейчас мы находимся в одной из башен Каменецкой крепости. Можем видеть, что башни были на три четверти высунуты за основную стену, что дало возможность вести флангующий огонь, то есть огонь вдоль стен. Можем видеть, перед нами находятся бойницы, с которых и вели огонь по противнику, который наступал на территорию Каменца-Подольского. Они спускались в ров, потом поднимались, их окатывали смолой, стрелами. Да. Это так? Да, это было, кроме того, чтобы вели бои с бойниц башен, есть боевые галереи, которые соединяют башни между собой. С этих боевых галерей смола, кипяток, камни, стрелы и так далее сыпалось на головы тех, кто наступал на территорию города. Сейчас мы находимся только на одной из боевых галерей Каменецкой крепости. Это южная боевая галерея, которая контролировала подходы к городу и крепости с юга. И дальше мы сейчас перейдем наиболее опасную для оборонителей города западную боевую галерею. Субтитры создавал DimaTorzok И как ты считаешь, что это такое могло быть? Я даже не знаю, может какая-то вытяжка. Да, абсолютно правильно. Во время активной стрельбы в нижних ярусах башни очень много было пороховых газов. И с помощью этой штуки они выбрасывались из башни. Также, если посмотреть в эту бойницу, здесь мы можем увидеть новый тип укрепления. Это так называемый новый замок, построенный в 1617-1621 годах. Давай, Вадим, пожалуйста, пройдем еще сюда ближе. Здесь другой ракурс. Это были укрепления нового типа. Придуманы они с появлением дальнобойной артиллерии, когда уже средневековые замки, в которых мы сейчас находимся, они уже сильно поражались этой артиллерии. И поэтому строятся замки нового типа, которые были построены из камня и земли, и ядра их не разрушали. Вот, Вадим, обратите внимание, это та самая вытяжка, о которой мы говорили. Через нее выбрасывались пороховые газы. Собственно, мы можем видеть, как это происходило. Через нижних ярусов она поднималась сюда, и через отверстие вверху пороховые газы выходили с башни. Мы сейчас находимся в северной части замка. Что в нем особенного? Сейчас мы находимся в северной боевой галереи. Мы уже были в южной. Можем увидеть между ними значительные отличия. Если южная, это деревянная пристройка к каменной стене, здесь у нас боевая галерея находится внутри каменной стены. Это продолжительная череда бойниц, которые мы можем видеть. Одна с правой, с левой стороны. И они полностью контролировали подходы к замку. Также мы можем увидеть, над нами находилась наименьшая башня каменской крепости. Это башня комендантская. Название ее такое, потому что она соединялась внутренним стенным ходом с домом коменданта, который находился внутри крепости. Ну вот мы и закончили экскурсию в каменце Подольском. Игорь, спасибо. Было очень интересно. Спасибо за внимание. Приезжайте еще. Рады видеть в каменце Подольском. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok